Мы открываем нашу сессию сегодня выступлением Алексея Ивановича Боровкова. Прошу поприветствовать. Спасибо. Уважаемые коллеги, у меня будет развитие, естественно, того доклада, который я произнес на пленарной сессии с некоторыми уточнениями, подробностями, которые должны представлять интерес для специалистов. Bionic Generative Design, то есть то, о чем шла речь, бионический порождающий дизайн, топологическая оптимизация как математический метод, подходы и так далее. И, конечно же, аддитивное производство, то, что нас интересует производство, особенно если машиностроение. Соответственно, в 2014 году мы начали этим активно заниматься, в 2015 году выпустили книжечку «Бионический дизайн», где собраны все подходы и там впервые как раз были представлены все то, что сегодня демонстрировалось, есть и мост, который роботы печатают, и впервые, значит, порождающий дизайн, ну и многие другие вещи, и концептуальные моменты, куда человечество, значит, движется. Дальше, откуда мы с точки зрения машиностроения? Здесь представлены как раз наши заказчики, с которыми мы работаем на регулярной основе, имеем опыт работы, мы видим по разным отраслям, это и автопромы, это авиастроение, это нефтегазодобыча, вот, ну и мы гордимся то, что работаем с первыми компаниями, соответственно, в отраслях, это и General Electric, General Motors, Boeing, Aerobus, ну и в последнее время, естественно, постоянными заказчиками и с ними интенсивно работаем, являются европейские автопромы, здесь большой перечень заказчиков и BMW, и Porsche, и Bugatti, и Dahmer, Mercedes, Ferrari и так далее. То есть отсюда, собственно, идут технологии, о которых мы ведем речь, то есть это не, как бы так, упаковочные решения, а именно то, что применяется в деле. Естественно, происходит дальше трансфер этих технологий на российскую отечественную промышленность, вот, опять-таки, здесь уже чуть-чуть подробнее расписано по отраслям, где эти технологии применяются, практически во всех госкорпорациях, там, где создается высокотехнологичная, глобально конкурентоспособная продукция, подчеркну, нового поколения. Тогда это все нужно, тогда нужны мультидисциплинарные исследования, тогда нужен системный инжиниринг, реально нужны без них, просто ничего сделать нельзя, кроме как, если не взять прототип и этот прототип чуть-чуть изменить, вот, но, скорее всего, это будет уже неконкурентоспособный продукт. Дальше, классы задач, ну, вот здесь вот анимации, которые показывают по всем классам задач, вот, сверху автомобилестроения, металлургия, широкий класс задач, атомная энергетика. В 2004 году решали задачи стоимостью миллион долларов в день, неустойку Российская Федерация платила, это рабочие колеса главных циркуляционных насосов в Тяньваньской атомной станции, на 40 лет надо было доказать работоспособность с учетом конструктивных непроваров. Энергомашиностроение, нефтегазодобыча, медицина, внизу, там всемирные конкурсы АНСИС проводят, победа была, там надо было победить Оксфордский университет, создать полномасштабную модель человеческого мозга лучше, чем то, что делалось на тот момент в мире. Это 2006 год, если память не изменяет. Соответственно, посадка истребителей на авианосцы, проектирование за год из полимерных компенсационных материалов, углепластиков, катамаранов, высокоскоростных катамаранов в отсутствиях норм, то есть параллельно нужно приземлить, соответственно, на российскую почву, в регистр ДНВ, ЛОЙД и так далее. Ракетно-космическая техника. Ну и сверху, в левом верхнем углу, это разработка столбов, осветительные столбы. Автомобиль 100 км в час урезается в столб, все должны остаться живы. По Финляндии, Скандинавии такие столбы стоят. В 2006 тоже, по-моему, году первый приз на всемирной выставке Jack Composite за композитные изделия. Ну и Boeing Dreamliner там видно, соответственно. Концепция, которая является основой нашей деятельности, состоит в следующем. Ну, конечно, суперкомпьютерный, там, где это надо. Там, где это надо. И применяется то, что я говорил, там тысячи ядер. Ну, соответственно, если переводить 1,2 петафлопс в ядра, то это 19 тысяч ядер. Соответственно, те варианты, на которых мы сейчас работаем, это до 8 тысяч ядер. В ближайшие буквально несколько месяцев мы перейдем на варианты 30 тысяч ядер. Соответственно, получается решение задачи, которых раньше шли эти решения месяцами, полгода. Сейчас они получаются за ночь. Соответственно, в этом, собственно, состоит ускорение, повышение производительности труда и исключение всех вот этих циклов методом проб и ошибок, а вот конструктор там чего-то там придумал. На полном серьезе мы обсуждаем, когда у нас конструктор как класс исчезнет. Ну, где-то оценка где-то 3-5 лет. Значит, конструктора, в принципе, не будет. Будет заменено все вот этой парадигмой, мы к этому направлению, значит, и движемся. Дальше все виды материалов. То есть, вот микро, мезо, макро – все виды механики. Малти-скейл – это масштабы. Малти-стейдж – это от литья. Дальше ковки, штамповки, обработки различные. Мульти-дисциплинарные – это все виды полей. Электромагнитная, тепломасса, обмен, вибрации, шумы, акустика и так далее. И мульти-технологичность. То есть, проблемы предприятия в основном состоят в том, что они пытаются решить сложную задачу или разработать какой-то конкурентоспособный продукт, пытаясь решить ее в рамках одной технологии. Свято вере, что одна технология им поможет, не поможет. Дальше simulation optimization, как ключевые термины сегодня. Ну и дальше они толкают цифровое производство, развивают цифровое производство, ведут цифровое производство. Соответственно, синергия. Синергия двух течений, которые хотелось бы показать. С одной стороны, это компьютерный инжиниринг, высокопроизводительное вычисление, оптимизация, тот же порождающий дизайн. И, соответственно, с другой стороны, аддитивные технологии. Потому что сам по себе оптимальное решение, оно не очень интересно, а будет интересно только то решение, которое является оптимальным, лучшим, и его можно изготовить. И, скорее всего, не станки CNC, не традиционные, не конвенциальные технологии. Об этом шла речь, что очень важно понимать, какие глобальные тренды, если мы хотим работать на глобальном рынке, и, соответственно, как развиваются партнеры, конкуренты отрасли и компании. Здесь вот высокопроизводительных вычислений, лидерство производства американского через моделирование. Моделинг – это в данном случае model-based engineering, системный инжиниринг. И simulation – это мультидисциплинарные исследования до передовых производственных технологий, геном-материалы, и дальше наслаиваются следующие редакции уровней этих инициатив. Четвертая промышленная революция, то, о чем говорилось, это в первую очередь в сторону киберфизических систем. То есть это объединение трех миров. Это физический мир, дальше виртуальный математический моделирование мир, и третий – это биологический мир, порождающий дизайн, бионический дизайн, бионика. Так или иначе, этот мир биологически живой, а природа начинает проникать в конструкции. Хотя, конечно, я подчеркивал, что бионический дизайн гораздо шире, это не есть копирование живой природы. Мы получаем решения, которые в природе не предусмотрены. Но, опять-таки, сравнение чрезвычайно важно, чем они отличаются, потому что часто под «Индустри-4» скрывается «А, все, назовем индустри-4». Это один из десяти проектов всего лишь в Германии, и более мощная, значит, инициатива, которая в Соединенных Штатах – партнерство в области передового производства. Ключевые, опять-таки, подчеркну технологии, о которых речь шла, это «Преддиктив аналитикс», но я бы понимал ее не очень так примитивно. Надо обработать большие бигдейта данные, структурированные, а в первую очередь, конечно же, значит, ну вот, то, что говорилось, смарт-бигдейта на входе, смарт-бигдейта на выходе, то есть это триллионы характеристик, соответственно, безумное количество содержательных очень данных, которые получают с помощью решения задач, описываемых нелинейными, нестационарными уравнениями в частных производных. Дальше, если посмотреть на перечень передовых производственных технологий, то это цепочка цифровых технологий, цифровое проектирование, моделирование. Красным цветом я выделил ключевые, те, которые будут драйверами на ближайшее время. Технологии организации управления производством, они важны, нужны, но они являются необходимым условием присутствия на рынке. Драйвером они выступать никогда не будут, потому что здесь наукоемкости нет. Здесь не могут быть созданы и зашиты интеллектуальные ноу-хау. В основном они как раз в левой части возникают. Здесь, скорее всего, любой консалтинг мирового уровня сделает вам так же, как и в мире. Материалы. Обращаю внимание, конечно, на композиты и метаматериалы. Когда создаются фактически элементы конструкции, опять-таки порождающий дизайн как раз один из примеров фактически метаматериалов, когда у нас и материалы, и конструкция возникают, и оптимальная для условий эксплуатации. Ну и, безусловно, это 3D-принтинг и гибридные технологии. И для строительства, например, они же и роботизированы, безусловно. Следующее. Очень важно посмотреть, как растут рынки. И если они растут где-то 5-7%, то это так называемые устойчивые, хорошие, конвенциальные рынки. А вот если правые столбики, аддитивные технологии, 25-30%, среднегодовой рост, то 3 года, если вы этим не занимаетесь, то, скорее всего, рынок уже вы проиграли, и на него будет выйти крайне тяжело. Соответственно, с точки зрения BLM-технологий, здесь представлена картиночка. Мы видим, что основное, соответственно, сегменты, вот здесь представлены, они и есть электронные системы, и архитектурно-строительные системы, цифровое проектирование и моделирование, а справа по отраслям. Лидирующими являются высокотехнологичные отрасли автомобилестроения, авиастроения, авиакосмическая отрасль. Один из мифов относительно big data, что big data генерируются самые большие в здравоохранении и финансовом секторе до последних лет, все последние годы, самые большие в производственном секторе, ну, например, или в строительстве, если мы имеем в виду уникальные сооружения. Например, газовая турбина General Electric за день генерирует, за сутки генерирует 500 терабайт информации о себе. И, соответственно, эта информация нужна для управления ею и для, как ценной информации, для проектирования турбины нового поколения. То же самое с Health Monitoring System, уникальных объектов, небоскребы, мосты и так далее, и так далее. Здесь все время генерируются большие объемы данных. Ключевая, на наш взгляд, концептуальная вещь, когда сложность опережает со временем представление генерального конструктора, граневой интуиции, он уже не понимает, какие сложные задачи перед ним стоят, не понимает, как влияют взаимные компоненты. Отсюда вот системный инжиниринг. То есть недостаточно сделать хорошо механику, а нужно сделать рядышком гидравлику, скажем, там, тепломассообмен, электрику и так далее. Все должно быть на мировом уровне, потому что слабое звено потащит весь продукт вниз. И весь жизненный цикл. Мы не можем увлечься только проектированием, а мы должны посмотреть все вплоть до выхода на рынок или, может быть, даже утилизации. Если мы делаем что-то из композитов, а как же мы будем это утилизировать? Соответственно, передовое производство, концентрация – это чрезвычайно важно. Всех изменений на первом этапе, отсюда возникает концепция simulation-based design или driven design. То есть все изменения виртуальным образом. И чем больше в эту модель будет заложено знания из жизненного цикла, из производственных технологий и так далее, тем больше будет успех у этой модели. И она позволит вам пройти, скажем так, с минимальными потерями все испытания, которые ждут. А на самом деле чаще всего в промышленности мы знаем, что через натурные испытания осуществляется доводка оборудования, доводка продукции, доводка испытаний и так далее. И это долгие циклы. Дальше, соответственно, нарушается время выхода на рынок, time-to-market. Оно должно быть минимальным. Ну и на рынок можно не успеть или вообще бесполезно выходить. Значит, вот модель Siemens, умная модель виртуального производства с оптимизированной, она здесь немножко лукавит. В том смысле, что вроде как равноправные компоненты. Мое глубокое убеждение, что первая часть, умная модель, является тем ядром, без которого бесполезно делать виртуальное производство. Представили, что у нас нет умной модели. Мы вообще со скромными моделями выходим и делаем виртуальное производство или вообще последняя строчка интернет-вещей. Оптимизированное производство, увлекаемся, значит, интернетом вещей. То есть фактически это путь в никуда по той причине, что все определяет умная модель, но на этом акценты мировые компании не делают, хотя сами это все глубоко понимают. И Сименс, и Дженерал Электрик, и так далее. Итак, если нет умной модели, то бесполезно, значит, виртуализацию делать и оптимальное производство. Пока вы делаете, умные модели убегут вперед или рынок убежит вперед. Соответственно, что есть цифровая фабрика в рамках концепции Индекс 3.4? По шагам можно пробежаться. Ну и последний, если четвертый шаг характеризовать, люди принимают решения на основе сбора, анализа производственных данных в режиме реального времени. Ну, сначала люди, а потом уже и, соответственно, робототехнические комплексы и киберфизические системы. Опять-таки, концепция национально-технологической инициативы в части технет. То есть важны не отдельные технологии, они прекрасно развиваются в разных коллективах. У нас в стране, за рубежом есть разные источники финансирования, Минобранауки, Минпромторг и другие министерства. Но важно собрать все эти передовые технологии в одном месте, мы называем это испытательный полигон, и в кратчайшие сроки, соответственно, выпустить, сделать опытный образец, мелкую серию, которые, подчеркну, глобально конкурентоспособны, то есть лучшими являются, и, вообще говоря, нового поколения. Внизу такие аббревиатуры написаны, это за кодированные фабрики будущего, которые будут реализованы в ближайшее время. Три из них для автопрома, одна для вертолетостроения, еще одна для кораблестроения, несколько для аэроспеса, аэрокосмической отрасли. Ну и мы не можем войти стороной, но это будет отдельная часть, по всей видимости, технет, это оборонно-промышленный комплекс. Соответственно, если посмотреть на части слоей фабрик будущего, мы видим три части. Цифровая, умная, виртуальная. Цифровая все в цифре, настолько в цифре, что в цифре отправляется рабочая конструкторская документация, и завод за рубежом, например, не задает ни одного вопроса. Возвращается все, соответственно, вся оснастка, все в металле, и при, скажем, мировых стандартах погрешности брака 10%, получается процент брака 2%. То есть в пять раз меньше того, что по мировым меркам. Вот что такое цифровая фабрика. Умная фабрика. Это когда подключаются, в первую очередь, роботизированные гибкие производственные системы, ячейки, дальше сенсорика, датчики, ну и, соответственно, сбор информации, управление всеми процессами. Одна из цифровых фабрик Сименсом реализована в городе Амберг, 170 километров от Мюнхена. Одна из самых лучших цифровых фабрик. На самом деле, ничего особенного. Вот если на нее посмотреть, все хорошо. Есть конвейер по выпуску контроллеров, которые понимают, ушел ли работник, а их мало. И в основном там работает тысяча специалистов. Это все больше IT-специалисты, которые настраивают, отлаживают, программируют все эти процессы. Ну, занятная такая картинка, когда смотришь на это все, на цифровую фабрику, подходит уборщица, как у нас в синем халате, с ведром, значит, конвейер раскрывается, она проходит, конвейер закрывается. То есть стоят датчики, понимают, что кто-то может подойти, и вот роботы продолжают работать. Роботов мало, роботы в основном на маркировке. Вот, тем не менее, женский труд на финальных стадиях по упаковке и по дефектоскопии, значит, присутствуют, вовсю сидят и, что называется, не отвлекаясь, работают. Ключевым является наш тезис, что нужно быть встроенным в высокотехнологическом цепочке мировых лидеров. Если вы не встроены, то тогда может быть очень много такой отсебятины, вы начинаете делать какие-то предположения, что-то реализовывать, ну и, соответственно, не очень понимаете, где фронтир, и с какой скоростью он движется вперед. Вот это вот важный тезис, и, соответственно, чрезвычайно важно иметь опыт и, вообще говоря, закрепиться в регулярной работе с мировыми лидерами. Здесь как раз вот, скажем, мировой автопром представлен только лишь для европейской части через инженерированные компании, как работа идет на ОМ. Дальше тезис мультитехнологичности как раз говорит о том, что практически невозможно, если вы не находитесь в рамках стандартных задач и стандартной отрасли, выживать за счет того, что будете использовать только лишь один программный продукт, ну или его семейство. Как правило, нужно иметь представление, все развиваются с разной скоростью, разные коллективы, от десятков до тысяч человек, соответственно, у них у всех разная производная, они вкладывают разные финансы, ну, например, там всем известна покупка Сименсом CD-Адапка в конце прошлого года, и он составлял, эта покупка составляла порядка миллиарда долларов, то есть 60 миллиардов долларов, и это зачастую превышает многие наши программы, которые мы хотели бы госпрограммы организовать с точки зрения импортозамещения. Поэтому нужно понимать, что это дело очень такое дорогостоящее, серьезное, и приведена оценка миллион человек лет. Соответственно, оптимизация, век оптимизации наступает, и, соответственно, это решение за гранью интуиции, как топологическая оптимизация, так и многокритериальная, мультидисциплинарная и много других. Все виды оптимизации, которыми, ну, человечество вынуждено будет, или мировые лидеры владеть, если они хотят выдавать решения лучшие в мире best in class, или выдавать вот эти фиолетовые решения, которые уже насчитаны, под них сделано цифровое производство, но они не вступают в строй, по той причине мировой лидер и так является мировым лидером, и вступят они через год, два, три. То есть мир об этом узнает через год, два, три. Вот это вот совершенно принципиально новая бизнес-модель. С точки зрения матрицы технологий цифровой фабрики, вот здесь, если пройтись и посмотреть на, скажем, там, аддитивные технологии, станки, ДМГ, море, там, робототехника, Куки, Фануки, там, Мазаки и так далее, здесь надо очень хорошо подумать и вспомнить кривую маржинальности о том, что как раз с точки зрения производства маржинальность самая низкая. Поэтому, в принципе, очень хороша модель построения цепочек поставщиков и выносы это, соответственно, в регион, где, скажем так, невысокая средняя заработная плата, качественное оборудование и качественно могут выполнить работу. Именно так мы и делаем, а не пытаемся затащить все к себе, потому что цена владения зачастую будет превышать, а дальше нужно, соответственно, через год-два новые станки с новой производительностью, с новой возможностью, а это, значит, новые финансы. Про знания. Значит, вот все эти технологии зачастую бытует мнение, ой, ерунда какая цифровая, сейчас мы быстро научимся кнопки нажимать и так далее. Значит, то, о чем я рассказываю, это как раз самая наукоемкая часть, ничего более наукоемкого в цифровых компьютерных технологиях не существует и, скорее всего, не будет существовать. Вот, и поэтому это такая специализированная подготовка элитных инженерных кадров, элитное инженерное образование. Его, по оценкам, не более 10%, необходимы таких специалистов в стране. Порядка 75% это те, которые 70-75, те, которые обычные инженеры, конструкторы, технологи, программисты, экономисты, их у нас перепроизводство в стране в пять раз, то есть в год выпускается 250 тысяч примерно, а 50 тысяч находят работу в высокотехнологичных компаниях, остальные, значит, не работают по специальности. И нижняя часть, которая очень хорошо сейчас восполняется WorldSkills активностями. Это, соответственно, высококвалифицированные рабочие, но нужно понимать, что станки становятся гибридными, как LaserTech, ДМГ, Море, где объединены и CNC-технологии, аддитивные технологии, и это уже давно прикладной бакалуриат. Еще пару-тройку лет порассуждаем, это будет полноценная магистратура или инженер. Теперь, как нам догнать и обогнать, если мы хотим кого-то догнать и обогнать. Нижний уровень это обычный уровень, скажем, российский уровень, дальше верхний уровень это мировой уровень, причем бета больше альфа, то есть мировой уровень, к сожалению, в силу ряда причин и финансов, в первую очередь, бета больше альфа, развивается быстрее. Это означает, что, что бы вы ни делали, вы каждый день отстаете. Значит, может быть, только одна алгоритм действий, который нарисован здесь один алгоритм, это в короткое время Т со звездочкой нужно так или иначе подпрыгнуть до мирового уровня, и второе, это задать комбинацию оптимизации высокопроизводительных вычислений, передовых технологий и так далее, производства, где будет уже угол определяться гаммой, и гамма должна быть бета, и тогда в Т2 звездочке вы имеете шанс выйти на рынок или конкурировать. Соответственно, цифровая фабрика здесь вот ключевой момент для цифровой фабрики в автопроме является, а к этому сейчас приходят и другие отрасли промышленности, просто им снимают бюджеты, снижают бюджеты, раз, и там сняли несколько миллиардов или десятков, сотен. Это большие натурные эксперименты, то есть доводка высокотехнологичной продукции через эксперименты. Нет таких возможностей у страны, больше не будет, как у Курчатова, Королева, поэтому автопром, здесь драйвер мировой автопром, он показывает за 10 лет в 20 раз снижен объем натурных экспериментов. За это время более чем 100 раз выросли виртуальные эксперименты. Но не надо думать, что мы сразу быстро все начнем заниматься виртуальным экспериментом. Речь идет о умных моделях, об адекватных моделях, реальным, сложным, физико-механическим процессом, включая технологические процессы, эксплуатационные нагрузки. И моя оценка, что этим смогут заниматься единицы процентов, не более того. Для этого нужно будет элитное такое образование, и процессы сложные. И вообще мы движемся в сторону реализации принципа ДООСа, который произнес, что в новой экономике, нравится это нам или нет, порядка 20% специалистов найдет применение, а остальные просто по ряду своих компетенций, квалификации, образования и так далее будут на свободном рынке. Свидетельством этого являются те референдумы, которые проходят в странах, например, в Швейцарии, а не хотите ли вы получить около 2000 евро, чтобы государство вам платило пожизненно в месяц 2000 евро, дальше вы занимаетесь чем хотите. Это первые ласточки того, что будет происходить, и соответственно с каждым годом это будет больше, и все время вы можете читать, вот внедрили роботы, робототехнические комплексы. Ясно, что это не будет полностью безлюдно, это метафора, но тем не менее потребуют совсем другие специалисты, чем те, которые еще нужны были там 10 лет назад. Значит, опять-таки сравнение реальной современной цифровой фабрики с традиционным производством, база знаний по всем материалам, технологическим процессам и так далее, виртуальное производство, вплоть до эргономики взял деталь или коллаборативные роботы, все это моделируется, естественно. Ключевым аспектом является это создание матрицы целевых показателей и ограничений. Обычно практика, ну, 100 показателей, ну, тысячи, это вообще считается вообще триумф жанра, чемпион. Вот, значит, мировой автопром и мировые лидеры уже вышли на уровень десятки тысяч показателей. Я приводил пример, значит, вот проект «Кортеж», там порядка 30 тысяч целевых показателей, включая это семиуровневое такое каскадирование от автомобиля на верхнем уровне, от того дизайна, про который рассказывали, до сварных точек, винтиков и так далее на нижнем уровне, вот, которые, собственно, мы знаем, что все проблемы, они в мелочах, вот, значит, до 100 тысяч показателей, которые нам нужно, соответственно, учитывать для того, чтобы минимизировать объем натурных экспериментов и по возможности его заменить качественными виртуальными экспериментами. Одновременно делаются все вопросы, связанные, если про автомобиль говорить, с последовательностью сборки, это финальная стадия, оценка штампуемости, плавность хода, оптимизации, то есть вам нужно сделать, скажем так, какую-то деталь лучше, чем у мирового лидера, и вы при ее там весе, скажем там, 30 килограмм, вы должны сделать ее 20 килограмм, тогда это представляет интерес. Безопасность пешеходов, прочность элементов, вибрации, шумы, пассивная безопасность и так далее. Соответственно, все части деталей, они изготавливаются опытные образцы, потом дальше мелкая серия, ну и в частности, вот внизу там показаны опоры РКП, это опоры раздачной коробки передач, которые там в разы лучше, чем у мировых лидеров, изготовленные с помощью вот порождающих технологий или бионического дизайна, в разы по весу меньше, чем мировые лидеры, такие как Porsche, BMW, там и так далее. Соответственно, вся структура проекта, как он осуществляется, ну и я бы сказал, у кого будут в арсенале, он будет быстро разрабатывать, уметь умные модели, тот фактически будет побеждать на рынке с точки зрения конкурентоспособной продукции, ну при хорошем, конечно, маркетинге там и так далее, но плохой маркетинг, отсутствие умных моделей, он не спасет. Итак, смарт-бигдейта на входе, смарт-бигдейта на выходе, вот, и умение чрезвычайно быстро это обрабатывать, то есть это реальные суперкомпьютерные, высокопроизводительные вычисления. Почему мы все время говорим автопром, и он является драйвером, у нас есть сравнение со всеми отраслями, здесь на одном слайде только с ракетно-космической отраслью. Если мы видим, что в мире было 86 ракет за год, 15-й, да, и 262 космических спутника, то здесь 90 миллионов автомобилей, то есть масштабы рынков принципиально разные, масштабы совершенства производства разные, объемы, соответственно, затраты на неокры, мы видим, тоже отличаются, как минимум, там, в пять раз, оборот отрасли 330 миллиардов против 9 триллионов, и в топы различных рейтингов входят по 7-4 из автопрома и ни одной из аэроспейса. Ну и по рабочим местам можно посмотреть, и по тому, сколько, значит, ВВП создает тот или иной рабочее место в автопроме. Подобрались по рождающему дизайну, топологическая оптимизация, которая дает в разы, здесь ключевым моментом является здесь элемент конструкции в 4.39. Ясно, что мы, если в пространство проектирования включим несколько элементов или всю конструкцию, то это будет другая конструкция, это будет действительно уникальная, best-in-class конструкция, и та, которая обычно КБ, если оно берется проектировать такие вещи, оно говорит, мы не понимаем, как это делать, потому что они на второй неделе сбиваются на применение CNC традиционных технологий. Ну и эти конструкции, естественно, продемонстрированы, продемонстрированы были в течение последних нескольких месяцев всем первым лицам государства, включая президента Российской Федерации, оттуда и пошел проект «Фабрики будущего», про который мы, соответственно, вот и говорим, ну и это применение вот визына, который в течение месяца удалось поисследовать, посмотреть возможности этого продукта по созданию решетчатых моделей, и которые чрезвычайно хороши как для литиевых технологий, так и аддитивных технологий, то есть определенные уникальные конкурентные преимущества у продукта есть. Но тоже я отмечал, что таких продуктов на рынке сейчас порядка десяти. Ну и дальше я быстренько пролистаю, значит, бионический дизайн Гауди, Шухов и так далее. Ну вот, символом является металлоконструкция, лежащая на дуванчике. Фактически нужно попадать при создании метаструктур в белые верхние зоны, в которые не попадают никакие композиты. Это можно попасть только лишь с помощью решетчатых конструкций. Откуда берутся вот эти вот решетки? То есть фактически за этим будет будущее, когда на микро-макро-мезоуровнях решетчатые конструкции. Специализированный софт под это пишется. Специализированные прототипы. Мы видим бурьян, это за гранью интуиции, никто не может сказать, как должны быть выстроена эта микроструктура с учетом энергопоглощения, жесткости, прочности, вибраций, шумов. То есть то, о чем я говорю, что это за гранью интуиции. Никакой главный конструктор никогда ничего подобного не скажет. Но это основа топологической оптимизации, соответственно, где многие лидеры естественно этим исключительно занимаются. Такие футурологические проекты по бионическим самолетам будущего. Все связано, скажем, с апелляцией к нашим костям, как они устроены. Это пропущу, нету времени. Ну и, скажем, уже два года назад Локин заявлял, что он делает некоторые вещи для спутников в два раза быстрее, в два раза легче. А дальше зеленая нижняя стрелочка говорит, а еще через пять лет где-то они говорят, мы напечатаем спутник целиком с Embedded Electronics. Это означает, встроена будет электроника. Это означает, что, по крайней мере, печать будет на трех-четырех разных порядках. И тогда многие лидеры разводят руками, нас на этом рынке не будет уже. Соответственно, печать прямо в космосе объектов, левые объекты, и правые объекты, соответственно. Ну и автопром, который, соответственно, демонстрирует концепт решения, который, ну вот, за гранью интуиции, это наш партнер многолетний ИДОК, достаточно свежие решения, которые внедряются в том числе и для там Мерседеса, грузовиков и так далее. То есть, очень много вот этой биомиметики и бионического дизайна. Теперь ключевые аспекты, на этом я, наверное, завершу. Смотрите, достаточно бесполезно аддитивными технологиями пробовать воспроизвести старые конструкции, они всегда будут дороже. Любое применение высоких технологий к тому, что уже на оптимуме при помощи старых традиционных технологий бесполезно. Обращаю внимание на среднюю часть правого графика, соответственно, конвенциальные технологии, CNC-технологии, они начинают, здесь у нас затраты на единицу продукции расти, и в итоге доходят до симптоты. То есть, есть левая часть, треть, графика, куда CNC-технологии не попадают. Соответственно, вся конкуренция будет происходить в правой части, то есть, кто туда забрался и начал делать такие элементы конструкции, которые нельзя сделать традиционными технологиями. Но здесь большая дорога в том плане, что нужно это все сертифицировать, материалы сертифицировать, конструкции сертифицировать, но с другой стороны я продемонстрировал, что рынок развивается 30% в год. Три года, и, соответственно, на этот рынок можно уже не пытаться выходить. Дальше пошли примеры всевозможные. Спасибо. Я на этом закончу. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо.